Пугачёва в бешенстве. Церковь не признаёт её детей. Врачи рассказали подробности рождения детей Пугачёвой и Галкина. В России появилась своя королевская двойня. Елизавета и Гарри увидели свет 18 сентября. Их рождение уже стало самой обсуждаемой новостью. И логические родители малышей Аллы Пугачёва и Максим Галкин. О двойном счастье звёздной пары до последнего дня узнали лишь единицы. От широкой публики информацию в чате не скрывали. Каждые сутки только доля шутки. На этот раз и старую копир истину подтвердила Алла Пугачёва. Полтора года назад, когда Примадонна стала бабушкой в третий раз, попросила дочь Кристину Арбакайте приберечь детские вещи. Увеса новость растережевала. Но, конечно, мало кто поверил, что ползунки и пенетки пригодятся певице. Сегодня в этом нет сомнений. Максим Галкин и Алла Пугачёва стали родителями. Причём не одного, а сразу двух малышей. Королевская двойня. Так называют разноходных двойняшек. На свет появились 18 сентября. Умена под стать, как у членов британской королевской семьи. Лиза и Гарри. Войную радость звёздная пара до последнего держала в секрете. О нём знали всего несколько человек, самые близкие. Друзьям семьи новость сообщили спустя три недели. На званом ужине в замке новоспечённых родителей. Ну а первые поздравления от звёзд шоу-бизнеса в различном интернете. Только разослась наша компания. И встречал более счастливой женщины сейчас, чем Алла. Теперь моим Алле Виктории и партнерам «Видит не скучно», написал в своём микроблоге в Инстаграме «Видит Киркоров». Новость. Алла Пугачёва и Максим Галкин стали родителями двойняшек невероятности. Я думал, ничего меня больше не удивит так. Поздравляю. Поздравляю на испечённых родителей. Спасибо за поздравление. Нам очень приятно. Да, мы стали родителями. У нас двойняшки. Поблагодарил всех Максим Галкин. От всей семьи пару поздравил Владимир Проснеряков, старший. Теперь получается у его внука Никиты, сына Кристины Абакайте и Преснякова-младшего появились дядя и тётя. Я от всей души поздравляю и Аллочку, и Максима с таким громадным событием в их жизни. Да и просто в жизни большой нашей семьи. И моя жена Лена присоединяется, конечно, и сын Вова, сказал заслуженный артист России Владимир Пресняков. Большим сюрпризом Азонома стала и в истребном сообществе. Артистам желают здоровья, счастья детям. Поздравляют родителей. Дети – это огромная радость, это счастье. Я желаю, чтобы эту замечательную семью охранял Амбрион Ранитин. Родила детям суррогатная мать. У Пугачёва и Алты – биологические родители. Говорят, посаженные амбрионы произведены супругами с помощью медицинских технологий, но без домского участия. На свет двойняшки появились в одной из элитных клиник Примосковья. До сопровождения сюда не может пройти ни один посетитель. Роды, рассказывают о кушаре, прошли без осложнений. Первым свет увидел мальчик, следом за ним – девочка. Дроню выписали спустя 10 дней. Родители участвовали во всем процессе. Да и еще раз повторюсь, это очень долгожданные дети и атмосфера радости. И Алла Борисовна сама занималась детьми и меняла памперсы, заведующие операционным блоком в клинике Амсисии Хватова. Родак, Пугачёва и Алгин вступили в конце 2011 года, хотя до этого 6 лет уже жили вместе. А встречались, как признались журналисты, в улице больше 10 лет. По слухам, все это время пара вынашивала мечту обзавестись своим ребенком. Семейные отцепня в деревне с моноприятным названием «Грест» проектировали с учетом детской. Теперь там появились сразу две колыбели. Дети Аллы Бугачёвой и Максима Галкина в свой день рождения поблагодарили Примадонну за жизнь. Шоумен опубликовал на своей странице трогательное видео с признанцами и женой. Вчера одни из самых популярных звездных детей Лиза и Гарри Галкины праздновали свой день рождения. Примадонна Максима Галкина и Аллы Бугачёвой исполнилась 6 лет. Кременинникам праздничного класса в комнату, множеством огромных воздушных шаров. Более того, Примадонна исполнила для Бузнецов композицию на рояле, под которой Лиза и Гарри весово танцевали. Кадрами поздравления в своем микроблоке в Страмке делился Максим. Стоит сказать, что Лиза и Гарри не считают день рождения только своим праздником. Так, брестницы решили поздравить с торжеством звездной мамы. Видео трогательного обращения детей к Гали Борисову опубликовал на своей странице Максим Галкин. Роман показал, как Лиза и Гарри бегут к маме и рычают ей в башке святущими комнатными растениями. «Мамочка, спасибо, что ты нам жизнь подарила!» На перебой кричали мои лучшие, спеша к Примадонне. «Спасибо, что вы мне ее продляете!» Ответила Бугачёва, принимая подарок. Затем именинники стали хвастаться покупками в магазине, которые они сделали недавно. Так Гарри рассказал, что купил робота-шпиона, у которого все функции указаны на английском языке. А Лиза, в свою очередь, похвасталась звонком. Отметим, что Максим Галкин, по его признанию, не смог сполна разделить праздник с родными. Рабочие дела в составе за шоуменом уехать в Москву. Тогда как Алла Борисовна с Лизой и Гарри восстались в Юрмале. Звездная семья находится с начала июля. Дети мамы поздравляют, я уже в работе, а семья и сына. Подписал Лиза в Юрмале в своем инстаграме. К слову, звездные именинники вчера получили множество поздравлений от знаменитых друзей семьи. Так, одним из первых к Лизе и Гарри публично обратился Игорь Николаев, пожелавший виновникам торжества радостного и наслабываемого дня, наполненного любовью их родителей. Также, Петей Погачева и Галкина трогательно поздравил Филипп Киркоров, опубликовал видео со своими наследниками. Мартин и Алла Виктория объятились к Лизе и Гарри, пожелали им учиться только на пятерки. И сын поп-короля даже пообещал забыть честным именем два гола. Кроме того, в комментариях по опубликации Максима Галкина, теплые комментарии оставили Игорь Крутой, Олега Смуркова, Анида Сынкова, Наташа, Наташа и Галкина, Светлана. Мы помним, что Лиза и Гарри были зачаты искусственным путем со мороженой яйцеклетки Аллы Пугачевой. По словам Приматонны, она замерозила биоматериал, когда ей было 52 года, когда артистка еще физиологически была способна зачать в Бангах. После того, как Пугачевой, Анида и Галкин официально забыли, регистрируя свои отношения в 2011 году, Лиза обрадовала мужу новость, что в ней в путь не могут быть и общие дети. После искусственного облакотворения Близнецов выносила и родила суррогатная мать. Тогда Ания была 64 года, а Максиму 36 лет. Сейчас звездные родители душеничают своих наследников и стремятся вырастить их разносторонними, развитыми личностями. Поэтому Пугачевой и Галкин не экономят на воспитании Близнецов. По сведениям журналистам на обучение двойняшек звездных читал год праздник около 6 миллионов рублей. Гарри и Лиза Галкин посещают французский детский сад в Пугачаху, расположенный неподалеку от Ельцамка и деревья. В учебном заведении и вот в игровой форуме находился музыка. Кроме того, у двойняшки суверна француз, окончивший Сарбонна. Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина 6 лет. Как Лиза и Гарри отпраздновали день рождения? Максим Галкин поделился тропительным видео с детьми. Вчера, 16 сентября, в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой был большой праздник, когда дети отмечали день рождения. Лиза и Гарри исполнилось 6 лет. С самого утра менинники принимали поздравления от подарков. Звездные родители украшали гостиные большие количества воздушных шарок розового и хорошего цвета. Дети национально отреагировали на такой сюрприз и начали кружиться в танцах. Рогательным видео праздничного утра поделился на свои сынные сынка. Ура! С днем рождения! Заваяли маму и салоной Максим. В комментариях под публикацией поздравлением присоединились многие из новостей. Больше не могу. Алла Пугачева пожаловалась на здоровье. И Мадонна Российской эстрады Алла Пугачева, невзирая на проблемы со здоровьем и почетный возраст, дала двухчасовой стволе концерт в Минске. 70-летняя артистка радовала зрителей в салоне обоих водами и другим звуком. Но, как и оказалось, такая концертная программа далась ей нелегко. Чтобы насладиться выступлением живой легенды в Ай-Тиу, многие знаменитые артисты приехали на концерт Аллы Борисовны. Своими эмоциями в Инстаграм поделилась певица Вера Брежнева. Сезда отметила, что выступление Аллы Пугачевой произвело в нее неописуемые эмоции в самой глубине. Концерт в Минске Аллы Пугачевой, попрощающейся с публикой на 10 лет, остался непросто. Знаменитая певица с трудом отработал двухчасовую программу, вспоминяя свои хиты и новые песни в живье. На шоу в Минске съехались многие известные артисты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok